господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 636 события дня притча соломона 30 глава 6 сих не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом александр марьясов это за 9 сентября семнадцатого года мир дома вашему игнатий тихонович благодарю знаете игнатий тихонович после ознакомления со многими вашими трудами пусть даже не так глубоко как хотелось бы мне понимаешь что люди в основной массе своими пришедшие в православие почему-то забывает то что суть христианства это не религия а живые отношения с богом и не правило здесь главенствует хотя понимаешь что без них никак и они как внешний регулятор состояния верующего человека а твой личный образ жизни твои дела после после того как ты уверовал и принял таинство крещения что суть твоих личных отношений с богом определяется опять же делами добрыми для ближнего твоего вот у вас братьями этого с лихвой и каждый день ваш несет именно этот смысл но большинстве своем люди часто свой свой переодетый эгоизм выдают как за понимание познание слова любовь а на деле все это обусловлено тем что беда нашего современного земного бытия состоит в том что многие желают иметь христа но при этом утверждает только словами но никак не делами и в духовном и физическом понимании удивляет в большей степени то что только ссылаясь на стихи священного писания вырванного из контекста идет война за звание христианина на бескрайних просторах интернета но при этом сами люди не желают иметь царя и господа многие хотят быть спасенными при этом самочинно отрицают сами послушание священного писания и ведь большинстве своем эти люди из духовенства ведь они хотят только на условиях своих религиозных традиций скрапления в них своих философских рассуждений в отдельных случаях понимаешь что им нужен христос лишь только в большей степени из-за своих эгоистичных желаний они хотят того что может дать бог но не самого бога мне кажется вот здесь и заканчивает по сути вера в человеке она больше переходит по прошайничество а не в искреннее желание спасения себе и людям окружающим тебя отрицает что благовестие проповеди рождает нового человека а не все благолепие интерьеров окружающие их спасибо всех господь всем низкий поклон помнящих меня николай быков изобретатель техник удивительно батюшка как же нужно знать писание чтобы сложить стихи из его строк и спрашивает а вот вы сначала пишите а потом места писания подставляете какие там есть или места писания вспоминаете и потом на эти места и строчку пишите нет сначала пишется стихотворение я не думаю в это время из какого места что взять просто пишу самое удивительное то что у меня по 9 куплетов это 36 строчек стихотворение 3476 это 4 тома по 800 страниц и каждая строчка заполнена когда пишу то никаких помарок нету что переправлять что-то и вот представить себя даже не важно 7 пачек 7 с лишним пачек которые продают бумаги а 5 там или а4 вот пишу карандашом экономлю ручку и нигде помарки нету просто чисто как листа как так я не знаю сам просто я молюсь на молите одна строчка какая-то высвечивая как бы высвечивается как бы закончил молиться беру карандаш стихотворение лежит рядом а тогда уже местописание вот ну и показать наши ресурсы как всегда с кратким описанием вот мой мир очень удобная система связи переписка все здесь вот она там где я в шапке а где с голубем это контрольную делаю это мотератора здесь очень богатый ну видео 6998 наших наших и музыка 164 наши наши и фото восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь друзей 4401 друзья это как называется вот далее у нас форум есть большой форум зарядить православный форум 1600 тем очень подробная тема многостраничная вот даже первое а святой церкви противосектантские материалы вот рассмотром сколько 2400 ответы дальше вопроса ответы 190 19 тысяч триста восемь четыреста двадцать девять ответов дал 429 вот остальное там поменьше просто видно будет заходит и видеоканал очень большой видеоканал 8200 наших видео здесь вот сегодня тоже 10 роликов поставил чтобы просмотреть события дня события восемнадцать минуты тридцать шесть сорок почти час дальше восемь одиннадцать два часа почти три часа смотреть ну кто же будет смотреть ну кто-то что-то выберет то что ему нужно вот здесь и большой православный библейский сайт вот так он выглядит очень большой удобный пользоваться я уже не раз говорил что здесь есть по темам вопросы ответы 55 тем сейчас рассматриваю тема войне папку отдельные вопросы уже выбрал беру по вопросу и отвечаю университета вопрос 1481 пятый том открытым оком когда призывает на службу в армию то власти совершенно не смотрят на то веришь ли ты или не веришь в бога им глубоко безразличным все и они любого даже монаха могут забрить и забрать в армию и его подрясник в один день заменить на гимнастерку и кирзовые сапоги аэромонашескую косичку выбросить в мусор как остаться верным и богу и быть послушным гражданином своей родины которые ты любишь ответ сегодня власть уже начинает присматриваться к тем кого они рекрутируют и даже норовят из этого иметь выгоду моего племянника алёша устинова из новосибирска год назад призвали и хотя он вроде бы мог по каким-то болячкам откосить но у нас это не принято парень красивый и рослый вырос старобряческой семье не пьет не курит не наркоман и послушный и улыбчивый про него из военкомата через дом комра спрашивали даже у соседей а потом забрали в москву в президентскую роту служить он пошел оказался способным ухаживать за лошадями куда его и пристроили дальше даю его адрес уже где он там был на рово минский район поселок калинине с воинской часть 1005 не жалуется никакой дедовщины нет и в церковь не запрещают ходить конечно всех не устроишь по таким конюшим и свинарником то и коровником то его брат роман только что отслужил на севере где поставили ходить за коровами и доить их и вынес эти тяготы с радостью потому что работящие родители детей к труду приучили и он скотинку любит но у христиан есть евангелие по которым они должны жить если законы мирские посягают на наше христианское вероисповедание то мы должны предупредить власти что в этом случае их законы недействительны вот как это выглядит наш брат идет военкомат и подает такое вот заявление вы можете написать соответствующими поправками на свой статус справка я в районкомат центрального района города барнаула я иеромонах и нафанаил судников николай николаевич 1974 года рождения являюсь за штатным клириком и шимосибирской епархии русской православной церкви за границей членом барнаульской крестовозвиженской общины как христианина тем более и священник и монах я не имею права убивать людей согласно евангелии канонических правил православной церкви писание если человек знает он это вы можете уже себе взять выслал батфея 5 20 22 вы слышали что сказано древним не убивай кто же убьет подлежит суду а я говорю вам что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду кто же скажет брату своему рака подлежит синедриону а кто скажет безумный подлежит гиене огненной матфея 5 38 39 вы слышали что сказано око за око и зуб за зуб а я говорю вам не протився злому но кто ударит тебя правую щеку обратить ему и другую шестой вселенский собор седьмое правило принятым однажды в клир и монахом определили мы не вступать и военскую службу не мирской чин иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся с раскаянием к тому что прежде избрал для бога предавать анафеме кроме того как христианин я не имею права приносить присягу в современном виде поскольку она построена форме клятвы и в ней прямо присутствует слова клянусь клянусь а господь наш иисус христос прямо запрещает всякую клятву даже проповедь матфея 5 33 37 еще слышали вы что сказано древним не приступай клятвы но исполняй пред господом клятвы твои а я говорите вам не клянись вовсе не небом потому что он он престол божий не землею потому что она подножие его ног не иерусалимом потому что он город великого царя не головою твоею не клянись потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным но да будет слово ваше да да нет нет а что сверху этого то от лукавого и яков 5 12 прежде же всего братья мои не клянись ни небом ни землей никакой другой клятвою но да будет у вас да да и нет нет дабы вам не подпасть осуждению о том же говорят святые отцы православной церкви ян златоуз григорий богослов василий великий многие другие в связи с выше изложенным свидетельствуют что я имею право служить в армии но только по гражданской специальности санитаром подсобником так далее не связаны с убийством людей то есть не заряжающим не корректировщиком огня и так далее а также не принимая присяги то есть исполнять службу которая принята сейчас назвать альтернативной право на которую гарантируется и государственными законами согласно конституции российской федерации принято 12 декабря 1993 года статья 53 пункт 3 гражданин российской федерации в случае с его убеждением или вероисповеданием противоречит несение военной службы а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену альтернативной гражданской службой а также согласно федерального закона свободе совести религиозных объединениях от 6 до 6 сентября 1997 года номер 125 с статья 3 пункт 4 гражданин российской федерации в случае с его убеждением или вероисповеданием противоречит несение военной службы имеет право на замену и и альтернативной гражданской службы вот на сегодня считаю все